Повод такой важнейший. Это сценарий. Уже все больше о том, что будет происходить после 9-го. То есть самое важное, фронт стоит, ничего там не смог сделать, ни этот Уткин Пригожин, Вагнер, Шопен, так сказать, не вышло у них с Бахмутом ничего, скорее всего и не выйдет уже. Но Пригожин понимает, что надо как-то уже оттуда ретироваться, и он предпринимает важные эти шейки, хочет на шейгу с Герасимом ему сбросить это все. Кадыров тоже понял, что этим жареным-то пахнет и ничего там не соберешь. Вот, надо не дрыпаться, чтобы на раздачу, под раздачу попасть можно. И тогда уже не до Луи Витона будет. Сейчас он такие пиджачки носит всякие, да, такие нехиленькие. Одно дело пиджачки носить, а другое дело там, так сказать, в дерьме лежать в Артемовском Бахмуте. Поэтому Пригожин хочет оттуда слинять, тем более, что фланги у него обнажены, он их закрыть не может. И, в принципе, все идет к тому, что его там, так сказать, отколбасят остатки его организации по полной программе. Никто и до Судана, до золотых приисков не доберется. И никакие ему уже шаманы, вуду там, и эти все, так сказать, те, которые там этим всяким служат, духом смерти и прочему, не помогут. Поэтому он понимает, что уже это все близко-близко, как в том этом коронации в Вестмиссерском аббатстве. Там ходил какой-то в капюшоне с посохом, обратились к нему официально туда, в Вестмиссерское поле. Они говорят, это какой-то типа служитель помогает там священнослужителям. Ну, так нехило помогает, видно так. То есть, реальная фигура, вот, он же зачем-то появился, правда, показать, что тем, которые стоят и ставят ставку на этого, как там его нового, типа короля, что Ричард или как он там называется, что или Карл, Карл, Ричард, какая разница, что там все нормально, что он все прошел, что надо, черные всякие эти штучки, дрючки, поэтому наш человек. Ну, а здесь тоже получается, что Пригожин понимает, что он тоже, как говорится, за ним может вот такой в черном прийти. С посохом, а может с косой, все бывает такое. Время наступило. Да и пора бы уже где-то как-то, поэтому надо, он чувствует, чувствует, у него нюх развитый, правда? Так вот, что получается? Получается, что есть какой-то, типа, говорят, будет многомесячное контрнаступление. Ну, так, контрнаступление не бывает многомесячное, оно или есть, или его нет. Так, не бывает быть немножко беременным, правильно, подаля Резняков. Поэтому вопрос стоит по-другому, что надо тогда отменять антиконституционное военное положение и начинать разбираться, чтобы уже этот спал, я уже говорил вам, этот зелено-коричнево-желтый туман. И надо разбираться уже, что-то надо делать, какие-то выводы из этого всего и готовиться к выборам Верховный Совет. То есть, надо, раз фронт стоит, не будет никакого контрнаступления, то ничего. Тогда людям голову морочить и напрягать, и себе полномочия присваивать. То есть, все полномочия теперь у канцелярии президент, офис называется, да? Канцелярия генпрокуратуры, канцелярия президента. Там, говорят, какая-то Лысинка, Шпак, там и так далее, НАБУ, САП, НАСК, ГБР. Столько всех органов антиконституционных развелось. Ну вот давайте подумаем про ситуацию с этим, типа, контрнаступлением на вот этой линии, там, где фронт, традиционный. Итак, офицер запаса, сухопутный гвоздь Финляндии, Синтерпасси Патруйнен, опубликовал впечатляющий анализ российской оборонительной сети и полевых укреплений одного из участков Запорожского фронта с целой кучей карт и фото, основанный на снимках со спутников Сентинел и Аэрбас. И вот дальше он описывает, там вот как раз, где идут линия там Копани, Работина, а потом там идет за ней еще, там первые 3-5 километров идет в глубину линия, потом идет следующая зона 4-5, резервные позиции, потом дальше идет вторая, главная полоса этих укреплений, там все описывается, сладкая балка там, линия по уже 10-15 километров от передовых позиций, там уже еще сильнее, потом еще идет 3-4 километра в глубину, потом идет, следом за главной оборонительной линией идет зона резервных запасных позиций глубиной 6-7 километров, за ней идет еще укрепленный город Токмак, окружающий его кольцевые, противотанковые РВ, опорные пункты, последнюю запасную резервную позицию на глубине 25-30 километров от российской передовой линии, оборонительные сооружения здесь тоже построены вдоль господствующих широт, дорогие мои. То есть получается, что только вот в этом, если брать районе, в 30 километров это оборонительные укрепрайоны, линии и так далее. Ну понятно, взять их нельзя, взять их невозможно. Для этого надо иметь управляемые бомбы где-то по 500 килограмм, по одной тонне, чтобы они могли вот это все раздолбать. Для этого надо иметь соответствующие другие системы сокрушительной огневой мощи. Этого ничего нет. Этого нет. Чтобы пробиться. И так по всей линии фронта, где-то от Херсона и туда, от Скадовска может или как идет аж туда до Кременной. Тогда возникает вопрос, какое контрнаступление, чтобы положить где-то сколько, Зеленский, вы хотите, 80, 90, 100 тысяч лучших украинских воинов, прошедших вот эти все учения, тренинги в западных странах, всю западную технику там у Кондоши, телека, Зеленский. Но это называется ритуальное приношение славян, русичей, украинцев, потомков, ариев, скифов, Зеленский. Понимаешь, что это значит или нет? Или это типа вы считаете с Резняковым там, что это как бы подручный материал, который можно принести в жертву на какие-то там, так сказать, эти орудия жертвоприношения. Жертвенники, там они называются, определенные. То есть можно говорить, что вот этот вариант наступления, он по сути на сегодняшний день, в нынешних условиях, без перспективен и абсолютно невозможен. Ну, есть там щели некоторые, ну, ну, и надо же Зеленский сказать, во сколько уже обошлись твое правление, слуг народа, и Стофийчука, и твоего Ермака, и Шмигаля, и твоей жены, чтобы она со Шмигалем туда могла на коронацию съездить. Ведь во сколько уже жизней украинцев, человеческих жизней, и ушедших, и инвалидов, десятков тысяч, это обошлось ваше правление, Зеленский. Сколько уже, сколько погибших уже, 50 тысяч, 60, 70 тысяч, сколько Зеленский. Сколько раненых уже, 150, 180, 200 тысяч. То есть, какие общие потери, боевые, сегодня на фронте. Во сколько ваш режим уже обошелся украинской нации, народу, надо сказать. То есть, прежде чем лезть на какое-то контрнаступление, надо сказать, сколько уже принесено в жертву. Или как? Ты же не Наполеон, правда, Зеленский? Никто же не подряжался, сейчас же не рабство, не крепостничество, правда? То есть, все свободные. Молчат, молчат, скрывают. Ну, давайте тогда попробуем оценить, а какие варианты есть. Ну, то есть, вот если лезть на эти укрепрайоны, ну, вот я вам говорю, как человек, имеющий достаточный военный опыт, и другой, и экспертный, и жизненный, и прочее, прочее. Вот, аналитически я скажу, что это невозможно. То есть, есть несколько, может, каких-то там прожилок, но в целом это почти безнадежное дело. Потому что потери будут настолько огромные, что это такое, это океан крови украинской. Лучших наших сынов, детей украинцев, пассионариев, националистов, патриотов, молодежи. И так, сколько гибнет, каждый день он идёт. 20 лет, 21, 22, 30, 33, 35. Такое идёт. Артеров. Но что тогда может быть? Может ли быть контрнаступление? Да, может быть. На территорию врага. Я это уже описывал, я думаю, Шелеста там, я детально рассказываю. Он должен выставить наше последнее с ним интервью. Может. Можно, например, идти на Брянщину? Можно. Можно идти потом на Смоленщину, через Беларусь? Можно, а что не идти? Если занимать маленькие городки, можно потом оттуда наши штурмовые бригады выбить? Практически невозможно. Практически невозможно. Если туда зайти, ну, логистика немножко там будет, но всё равно. Если зайти, Курчатов взять под Курском, там, где атомная Курская станция, взять Курскую атомную станцию, войти в эти здания, где атомные блоки, можно оттуда народ выбить? Нет, нельзя. Я думаю, нельзя. А если взять Смоленскую под контроль, потом и Воронежскую, выйти можно? Нет. А нефтеперерабатывающие, если зайти заводы, с них можно выбить? Нет, нельзя. Нельзя. С металлургических тоже нельзя. То есть, если наши штурмовые колонны туда зайдут, подразделения, то практически в Российской Федерации начнётся уже настоящая война на их территории с большой перспективой распада этой КГБской дегенерации. Потому как все тогда скажут, ну ты чё, Шаломов Путин, ты чё наделал? Кагибийский планктон, ты чё натворил, молец? Кто ж за это отвечать будет? Мы ж хорошо жили бы с твоих этих психопатических, параноидальных планов. А то, что он в этом параноидальном, брехлевом состоянии находится, это было видно хорошо 9 мая. То есть, он, как говорится, ещё физически функционален, но психически он уже полностью, как у него кукуха упала, да, планка. Крыша поехала, улетела. Но, тем не менее, собралась эта шобла постсоветская. Пришло к нему на поклон, кагибийская эта вся, рухлядь. Это очень символично, это предатели пришли. Те, кто предали Украину. Благодаря им и идёт это нашествие на Русь-Украину. Это враги украинского народа, украинской нации. С ним стояли сегодня рядом, там на трибунах. Вот, поэтому надо, соответственно, отзывать послов для начала, а потом думать. Надо собирать Совет Безопасности. Он, группа преступников стояла с подельников, с преступником международного уровня, на которого выдан ордер на его арест международным уголовным судом в Гааге за геноцид против украинских детей. А они стали с ним, плечо к плечу. Значит, они тоже преступники. Шольца, может, тоже надо выдать, потому что там в Германию забрали украинских матерей, больше сотни детей. Чего ж посол этот новый молчит? Мельник правильно его сейчас, так сказать, препарировал этого нового посла. Такое лицо у него, да, интересное. Если по теорию Ламброза применить, так многие вещи на его лице проявятся. На этом, который теперь послом такое непонятное. Ну, понятно, что поставили непонятное. Какое же могли поставить после Мельника? Ну, Мельник молодец, молодец. Дальше давайте смотреть, что происходит. А дальше следующая картина. То есть можно идти туда, можно в Беларусь заходить. Это преступный режим, злочинный, натуральный, убийца украинского народа. Лукашенко, геноцидник, такой же, как и Путин. Тут не о чем даже говорить. Вольфович, это вообще, так сказать, который руководит сегодня Лукашенко. Лукашенко выполняет все команды Вольфовича. Вольфович имеет своего патрона, резидента в Москве. Поэтому надо принимать соответствующие по отношению к ним меры. Дальше идем. То есть вот такой вариант есть. Ну, какой второй есть вариант? А второй вариант описал вот этот, как он называется, пресс-секретарь Эрдогана. 14-го, кстати, у них выборы будут. Вот собрал он там Эрдоган полтора миллиона, где-то там таких же. То есть лозунг один – восстановление Османской исламской империи. Со всеми вытекающими последствиями. Забросали они митинг оппозиционера, главного, камнями. То есть они уже перешли фактически к открытому террору. Потому что Эрдоган без террора выиграть не может. Понимает, что фактически его уже не могут переносить турки. Поэтому их запугивают. Ну и что получается? Понимается, что С-400 ж не дал Эрдоган Украине. Ему в США сказали, отдай. Мы тебе дадим Ф-16-35 модернизированный. А он отказался дать С-400. То есть он враг Украины. Просто хитрый такой. Ну, они всегда такие Османы были. Они же всегда так себя ведут. Чтобы наживаться на чужом горе. Вот, Зеленский такие вот какие-то выкидывает эти фортеля. А в принципе это ж понятно. Чтобы Крым татарам отдать. А татары все уже получили гражданство Турции. Вот весело будет. Так вот, что делать можно, если не наступать на врага территорию и его сателлитов? Ну, тогда надо действовать, как сейчас Киссингер сказал. Он говорит, что уже Китай включился в игру. И как пресс-секретарь Эрдогана сказал, что он понял, что... Путин ему объяснил, Путин ему объяснил, что это война не России с Украином, а это война России с Западом. И что Украина, этот Касым говорит, не победит. Ни при каких обстоятельствах. А Путин победит Запад. То есть для Эрдогана уже все понятно. Для Турции его. Что Украина проиграет. Ей надо сдаваться и начинать мирные типа переговоры. Ну, Киссингер тоже самое заявил сейчас. Вот. То есть тогда надо делать прекращение огня. Понятно, никаких мирных переговоров быть не может. Как переговоры, если 18% территории оттяпали, украли Украину. Поэтому... Но тогда надо делать прекращение огня. Раз нельзя наступать и не хотите на вражескую территорию наступать. И тогда надо перезагрузку власти делать. Может, военную директорию делать. С какими-то, так сказать, механизмами резервными, защитными, чтобы не выросла новый военный диктатор и военная какая-то там хунта еще хуже, чем нынешняя власть. Продолжение следует...